Ну есть какой-нибудь запах. Воронежский бальзам. Запах алкоголя здесь реально. Да? И бутылочку вон уже. Это прям напротив. Да нет, не сильно. Смотри. Ну это прям напротив приемных прокурорам. А откуда вам вообще известно это? Вам как-то доложил? Знаешь, почему на самом деле закрыли вот этот вот типа кабинет? Бывший кабинет следователя Следескомитета. Чтобы мы не допили. Чтобы мы не допили. Там осталось чуть-чуть, и мы так мало. Интересно, у кого сегодня праздник, мне кажется, какая-то днюха. Вот смотрите, сегодня ее отмечали. Причем, я же скажу, сколько сейчас времени? Скажи, пожалуйста. Не может такого быть. Полодинства. Полодинства. А уже на донышке. На донышке, я же сказала. Запах алкоголя. Я думаю, что мне кажется, что ли. А реально вот почему пахнет алкоголем. Понятно. Интересно, кто выпивал? Слушай, интересно. А паркурер так и не выходил ни разу. Вообще верно. У меня есть определенные подозрения. Что, докладный человек, у вас все в порядке. Что тут лезешь-то? Что тут лезешь? А вас Сергей Иванович зовут, да? Пошел отсюда. Скажите, сказали А, говорите Б. Скажите, что утрируется, что не так? Там очень много неправды. Ой, дура. Вы вполне грамотный человек в этих вопросах. Дорожная консоль в новую передачу идет. Понял. Это вопрос. Ну, приятно. Сотрудник полиции оценил наше, так скажем, наше познание. Спасибо. Свидетельств указали министра. Он вас не примет. Как? Министр разрешит прием? А, то есть сейчас получается колокольцев, правильно? Должен разрешить прием меня? И давайте все вместе. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите, пожалуйста, нашей аудитории, как вообще протекает уголовное дело, вот точнее, так скажем, серия сюжетов, которые вышли про панинскую полицию. Как вообще все сейчас протекает? Ну, в связи с тем, что дело приобрело широкий резонанс, меня пригласили в газету «Блокнот», где я сделала видеообращение в адрес прокурора Воронежской области, вновь назначенного. Меня вызывали в прокуратуру Воронежской области, в прокуратуру Панинского района, где я поясняла, давала все объяснения. И сейчас идет расследование этого дела. То есть получается сейчас прокуратура области проводит проверку по изложенным вами фактам в видеообращении. Да, да, прокуратура проводит проверку. Тогда ждем ответ. Ждем ответ. Пишем, скажи, что это за документ? Это уведомление, которое гражданин Бутко представил в отдел образования с целью получения аттестата. На данном уведомлении, как впоследствии обратили все внимание, имеется исправление факта утери аттестата о полном среднем образовании. В настоящее время так написано, а ранее было написано о неполном среднем образовании. То есть... Ну, на просвет видно, так? На просвет это прекрасно видно. А вот просто положи так, как оно лежит. Я даже сначала не обратил внимания, да, не видел. И мы не обратили внимания. Я тоже сначала смотрел, думал, что здесь такого, а здесь... Да, и мы не обратили. Это явно поддельная справка, подлинник. И как раз подписано сеть не только. Таким образом, гражданин Бутко обвел в заблуждение отдел образования конкретно Ларису Анатольевну, и из-за этого все закрутилось и завертелось. В этом случае должны привлекать к главной известности именно гражданину Бутко, но никак не Ларису Анатольевну, которая, будучи введенном в заблуждение, сначала выдала копию аттестата, а затем, когда ей стало известно о том, что Бутко не обучался в дальней школе, спустя буквально непродолжительное время, 14 июля 2020 года, вывезли приказ об изъятии данного аттестата и о признании его недействительным, ошибочно выданным, исписанием. То есть все было сделано в свое время на... Все было сделано в свое время в соответствии с законом, каких-либо общественных опасных последствий не наступило. Причина возбуждения вовленного дела в отношении Ларисы Анатольевны неизвестна. Нет, ну, нам-то, конечно, известна, аудитория наша известна. Но мы... Смысл об этом говорить еще раз, когда и так все понятно. Да, все верно. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Мы в гости. Извините, улыбнуться не могу на камеру, потому что... Понимаю. У Алексея Николаевича неприемный день сегодня. Сегодня неприемный день у Нины Владимировны Юрченко. Так. Последний кабинет по праву. И Алексей Николаевич нас не примет, соответственно, в связи с этим. Ну, а как он может вас принять, если... Ну, как вот граждане... Мы про заявление писали, по заявлению просто ответ получили. Если день неприемный, все, теперь нельзя воспринимать никак? Вы, может быть, ему скажете, а он решение уже примет. У нас есть график. Отверждите. Ну, мы пришли по заявлению пообщаться. Прокурор не может поговорить просто с гражданином? Он только приемный день. Вот сейчас я вам не могу на этот вопрос ответить. А вы могли бы с ним поговорить? Прокурор, что у помощника прокурора, понимаете? Да, понятно все. Вы же простые граждане пришли на прием, правильно? Все верно. Все верно. Мы не на прием пришли. Сегодня приемный... Мы пришли выяснить ответ на нашу жалобу. Ну, принять вам нужен помощник. Здравствуйте. Здравствуйте. Что, у кого сегодня приемный день? А кто нас может скрывать? Он мне сказал, приезжайте, конечно, мы с вами подъездили. Ну, так я с вами беседовал вчера. Он мне сказал, приезжайте, мы просто нет, мы вам выдадим. А вы ответ можете нам выдать? Да. По заявлению? Обращайтесь. Если ее нет, то примет ли вас отомодных свободных. И ответ мы сможем получить, правильно я понимаю? Напишите заявление, прокурор поставит резолюцию, после этого сможете получить ответ. Понял. А подскажите, где нам ее найти? Последний кабинет. Ага, спасибо. Там у нас только помощник прокурора, да? Вершит хреновый. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Нина Владимировна? Нет. Нина Владимировна. Пойдем к нему дойдем. Спросим, где у нас Нина Владимировна? Здравствуйте. А Нина Владимировна нам нужна? Судня. Ух ты. Тогда нам нужен, тогда будет другой. Он сюда же всегда ушел. Да, он к себе. К себе. Следующий. Вот этот вот, да? Да. Открывай. Митрий Александрович, нет ее? Она в суде. Заходите, заходите. Спасибо. Присаживайтесь. Уже, заявление? Нет, к сожалению. Ну, не пиши-то заявление там. Нам было... Посмотри, какого числа написано было. Что, какого числа? 17-го или 18-го. Жалобы не. Так, сейчас, секунду. 18-го января поступило жалоба прокуратного. А, может, то есть, кристочек. У вас можно написать, и правильно? Присаживайтесь, пишите. Надо сфотографировать то, что я принял? Нет. Если вы дадите решение сегодня, мне ничего сфотографировать не надо. Ну, все, я сейчас ее передал на регистрацию специалисту. Она передаст прокурору. В соответствии с часть 4-й статьи 5-й закон о прокуратуре рассматривается в течение 10 дней. Ну, я думаю, и раньше, в принципе. Вы сейчас сможете, вот, если она... Ну, это насмотрение прокурору. Я еще проблем не вижу. Мы с вами вчера беседовали, сказали, мы выдали, но проблем нет. Я приехал, чтобы не ждать почту. Спасибо. 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 Да, конечно, не вопрос, не вопрос, не вопрос. Понимаем, понимаем. Следователь очень быстро пришел. Дошел, да, да. Мы недавно уже были. Зачем у него вообще были, Николай, скажите? Зачем мы к следователю заходили? Мы просили следователя получить решение процессуальное по заявлению Тилкова и Ларисы Анатольевны. Ну, 10 минут пришлось уговаривать его, чтобы он отдал. Вот я его попозже отправил, и все, и не дам больше. Теперь, ну, мы же здесь сейчас пришли к вам, дайте, пожалуйста. Нет, не дам. Ну, в общем, ты смог убедить следователя, что нужно... Да, потребовалось целых 10 минут уговаривать следователя выдать процессуальное решение, которое он, ну, обязан будет вообще под законом. 10 минут. Он выдал? Да. Это хорошая новость. Но новость плохая в чем? Какое решение было? По установлению под кайфу сбужения в головном делке. А почему проводилась проверка? По действиям сотрудников полиции. А конкретно Ситникова, я так понимаю, да? Не конкретно Ситникова, вообще всех сотрудников полиции. Ситникова... Связано с делом, где возбуждено в отношении гражданка Тилкова. Правильно? Да, да. Значит, проверяли... Оказывается... Следственный комитет проверял именно действия сотрудников полиции. Да, оказывается, гражданка Тилкова вообще во всем обманывает всех. Сотрудники полиции молодцы. И самое, что интересно, видеозапись в отделе полиции, оказывается, она сохраняется сутки. Такой... На запрос следователя... Одни сутки, да. Такой ответ от МВД. Получил ответ от МВД, что у них хранят запись сутки. Но у меня возник вопрос. Везде, даже вот, на самом деле, в магазине каком-то обычном, даже не говорить уже о пятерочках и прочем, где по месяц, по два хранят запись, да. Даже частник у себя хранит записи на протяжении трех недель, месяца, для того, чтобы в случае недостачи и прочего, да, можно было взять, посчитать и так далее. На самом деле, вот, соответствует ли ответ... Я думаю, не у Сидникова, а поинтересоваться надо об этом, ну, как минимум, в РЧСБ задать им вопрос. Извините, пожалуйста. Вы можете... Пусть проведет проверку по этому поводу. Вообще, почему, вот, сотрудник полиции Сидников отвечает, что у следователей почему-то не возникло, так сказать, никаких вопросов к Сиднику. Ну, да, именно сутки. Его устроил этот ответ. То есть, он для него удобен. Для нас он неудобен. Я думаю, нам, наверное, стоит ознакомиться с материалом проверки со Следственного комитета, да, посмотреть, какие там материалы содержатся, и уж, исходя из этого, сделать соответствующее заявление в РЧСБ для проведения проверки и обжаловать данное постановление об отказе от возбуждения главного дела по тем фактам, которые мы изложили ранее. Все верно. Ну, мы так и сделаем. Мы так и просто сделаем. Это вот то, что? Здесь какой-то запах. Воронежский бальзам. Запах алкоголя, реально. Дай бутылочку вон уже. Это прямо напротив. Да нет, не все. Смотри. Это прямо напротив приемных прокурору. Смотри, фумфырит. А где? Да вот где застает. Воронежский бальзам. А, ну, правда. Я же не вижу просто отсюда. Фу, я чувствую, знаешь, конкретно, как здесь с алкоголем порхать. Что вы хотели? А мы ждем. Там ничего. Там что? Мы думаем следователь там. Ну да. Ну что, следователь не был. Следственный комитет. Так, мы думали, он здесь находится. А вы не были в следственном комитете? Буде. Скажите, ну, конечно, почему нет? Конечно. Сидел в следственном комитете. Сидел. А откуда вам вообще известно это? Вам кто-то доложил? Нет. Вы же сказали сейчас. Что сказали? Вы спросили. Мы были сегодня в следственном комитете. Ну, вы же сказали сначала, что вы же были в следственном комитете. Мы говорим, были. Мы подтвердили ваши слова. Да. Мы были в следственном комитете. Так зачем вам было известно? Нет, было известно. К вам пройти можно теперь? А тут мы открыли, а его там нету. Думали, может, у него два рабочих места. Делается то, что мы там обнаружили кое-что интересное. Сегодня у кого-то какой-то праздник? Можно спросить? Нужно выйти из стабильника. А, да, конечно, конечно. Закрыли мой ключ. Мне кажется, знаешь, почему, Николай? Ну, чтобы следователем отожить, наверняка. Нет, знаешь, почему на самом деле закрыли вот этот вот кабинет? Бывший кабинет следователя сельского комитета. Чтобы мы не допили. Чтобы не допили, ни в коем случае. Там осталось чуть-чуть, и мы так мало. Интересно, у кого сегодня праздник, мне кажется, какая-то днюха. Вот, смотрите, сегодня ее отмечали. Причем, я же скажу, сколько сейчас времени, Николай. Скажи, пожалуйста. С утра, ну не может такого быть. Пол одиннадцатого, пол одиннадцатого. А уже на донышке. На донышке, я же сказал. На донышке. Это просто отец. Вы понимаете, да? В прокуратуре запах алкоголя. Я думаю, что мне кажется, что ли? А реально, вот почему пахнет алкоголем. Понятно. Интересно, кто выпивал? Слушай, интересно. А прокурор так и не выходил ни разу. Вообще верно. У меня есть определенные подозрения. Так, еще раз показываем. Вот приемный прокурора. Вот там, где алкоголь. Вот здесь, вот прям рядом. Оп, я вас пропущу. А вы не подскажете, у кого сегодня день рождения? У кого сегодня день рождения, подскажете? Не знаете? Нет. Ну, может, у кого-то и есть. Не в курсе, в общем, да? Да. А может, не день рождения, может, как у другой повод? А что случилось? Не, просто я интересуюсь. Не в курсе. Эх. Никто никого не сдаст. Никто никого не сдаст. Никто никого не сдаст. Когда я же дверь приоткрылся, я чуть не понял сначала. Думал, как это? Да ладно. Мы просим обратить внимание прокурора области. Значит, вот так. Мы просим обратить внимание прокурора области, что вот такие вот ситуации бывают. Конечно, сложно установить, кто вообще употребляет на работе в столь раннее время. Вот. Каждого же мы не будем с алкотектором ходить. Продолжение следует... Спасибо. Знакомьтесь. Если хотите, используйте собственно средства и лопикопии. Фотографировать можно? Конечно. Спасибо. У меня вот параллельно вопрос такой. А сегодня вообще какой-то праздник? Есть такое обстоятельство? Не в курсе? У кого день рождения может быть? Не знаю. Не в курсе? Защитник, если будет задавать вопрос, то что ответим. Так это не касается этого дела. Я просто объясню, в чем причина. Вы зам прокурора, правильно понимаю, да? Да. Значит, у меня тогда к вам обращение. Смотрите, напротив приемной прокурора... Обращение я не могу сегодня принимать, у меня неприемный день. Ну, я вам тогда заявляю... Ну, просто устный рассказ. Смотрите, я вам заявляю о том, что напротив приемной прокурора района есть помещение, где раньше сидел следователь Следственного комитета. Значит, мы подумали, что он может там находиться. Приоткрыв дверку, постучав, никто не отреагировал, мы приоткрыли. Мы увидели, что там накрыт стол, назовем это так. Апельсинчики там, вкусняшки какие-то. И под столом, ну, это все как бы понятно, все нормально, все хорошо. Но под столом находится спиртной напиток. Бальзам воронежский называется. И он уже осталось там чуть-чуть. Да, ну, я не знаю. Чуть-чуть. Так, Кош, время просто полодинства. Алиса, мы не убрали. Мы так не думали. Время полодинства, а кто-то уже, как говорится, это. Ну, то есть, к вам это помещение не имеет отношения. Все, я понял. Слушайте. У меня тогда вопрос к тому следователю Следственного комитета, который раньше там сидел. Ушел. Только что он ушел. Я понял. Хорошо. Ну, просто аромат такой амбре, я прям чувствовал. Вот прям, я думаю, откуда? А мы когда приоткрыли, вот оно где. Я понял. В общем, к прокуратуре это не имеет отношения. Ну, хоть мы здесь и разобрались, потому что вот обращение целое видео, как говорится, делали. Ну, прокурор же обратил. Так что мы, в общем, установили, что в прокуратуре это не имеет никакого отношения. Кто у нас употребляет на работе? Спасибо. Может, весь доки остались? Виню, ты писать ничего? Не писать ничего? Что? Не, ну что, знакомлены. Мы ознакомлены. Все, да. Николай, скажите, пожалуйста, какое содержание в ответе, какой ответ дали нам сотрудники прокуратуры. Что там содержится? Короткое постановление на одном листе. Четыре абзаца. 18.01.2021. В прокуратуру в районе поступила моя жалоба. Проверка установлена, что 10 декабря 2020 года по факту подделке дубликата тестата на имя Будко по близкому преступлению предусмотрена часть 1 ст. 327 возбужденного уголовного дела. Изучение материалов уголовного дела установлено, что последний возбужден при наличии повода и достаточных оснований предусмотрен в ст. 140 БК. Учитывая свое изложение на основании, оснований для отмены постановления возбуждения уголовного дела не имеются. То есть они не усмотрели, точнее, они усмотрели и подтвердили лишь доводы дознавателя, который возбудил уголовное дело. А по поводу того, что дело сейчас где находится, вам устно было сообщено или же содержится в этом ответе, что дело... Нет, в этом ответе ничего не содержится, в устно было сообщено. А устно что прокурорам было сообщено по телефонной связи? Да, было сообщено, что уголовное дело изъято из производства органов дознания Панинского района и передано в следственный отдел межрайонный, вот Анинский, Панинский и прочее. Следственный комитет дело передано? Следственный, да. А связи с тем, как вы думаете? Это же статья не следственного комитета. Несмотря на то, что это не является пособленным следственным комитетом с целью избежания какого-то давления со стороны сотрудников полиции и лично заинтересованности со стороны сотрудников полиции, для объективного избирательства дело будет, ну, со словом, межпрокурору следственного. Ну, это серьезный шаг, прям. Конфликт интересов, чтобы не было никакого, я так понимаю, передали в следственный комитет. Конфликт, ну, тут больше не конфликт интересов, а больше конфликт между, собственно говоря, самой подозреваемой и начальником полиции, о котором она не однократно поясняла, вот, и уже там прослеживается его личная заинтересованность, привлечие к ответственности к уголовной. Ну, с целью это избежать, передали в следственный комитет, пуск комитет проследует, посмотрим. Да, это все-таки более серьезное ведомство. Ну, да, и мы к нему гость обязательно приедем. Конечно, естественно. Спасибо, Николай. И мы снова в Панино. Тем, кто интересно развитие событий по истории с начальником департамента по образованию Тилковой Ларисы Анатольевны, значит, смотрите эту серию. Наш сериал все продолжается и будет продолжаться до логического завершения. Кто вам разрешил? Что? Кто вам разрешил, почему вы мою машину снимаете? Вашу машину? Чего ты какого на меня наводишь-то? Подождите-ка, в вашу машину? Вы кто вообще? Какого наводишь? Вы кто вообще? Вы почему в машину? Вы кто? Ищите, что там в машине находится? Вы кто? Почему вы? Я вопрос задаю, вы кто? Кто вам дал задание, задание, в мою машину смотреть, что там есть? Что там есть? Вы что вообще? У вас все в порядке? А у тебя все в порядке? У меня все в порядке. Вы вообще с чего взяли? Почему вы тайну моей частной жизни... Подождите, вы кто? Вам какая разница? Так вам какая разница, мы вообще делаем. Подождите, что вы делаете? Тайну моей жизни... Вы что? Чего ты наладил? Кто да кто? Вы что хотите? Не лезьте к моей машине. Да к вашей машине никто не лезет. Не лезьте мы к моей машине. Вы вообще что ли? Чего ты хихикаешь, как дурачок? Да вы как дурачки, все идиоти. Ну почему ты туда залезешь? Давай я посмотрю, что они у вас в сумке. Вы вообще, докладный человек, у вас все в порядке. У вас все в порядке. Вас наняли, значит, так вы тут... Вы все в порядке у вас? Вы чего? Я вам... Чего ты лезешь-то? Чего ты тут лезешь? Руки свои убери. Не надо на меня кидаться. Ручками замахал. Кто ты такой? А? Кто ты есть? Слушай, ну если тебя наняли за деньги... Кто ты есть? Ты чего я пишу? Вот так вопрос-то. Я вопрос задал. Ты подошел ко мне... А ты кто? Давай я посмотрю, что у тебя в кармане. Послушай. Не лезь в мою машину. В твою машину никто не лез. Я вопрос задаю. Дурачок, это ты. Слушай. Тебя никто не оскорблял. Кто ему разрешает в мою машину лезть? Разрешен, противень. Кто разрешает в мою машину лезть? У вас все в порядке вообще с нервами? Вообще с остальными частями нервной системы? Небе он же. Вы на себя посмотрите. Реально невменяемый дед, куда вообще не адекват. Прикинь. Я снимал синхрон, записывал сам себя. Да я знаю. Вот это вообще. Это просто. Вот это стоишь записывал, что это сам себя. Ты что, объяснишь, что ли? Вот это невменяка. Открой, пожалуйста, дверку. Что-то Люба Сергея Ивановича. Можно обратиться? Вот мужчина сюда зашел. Послушайте, в вашу машину никто не снимал. Вы что за ерунда говорите? Я за... Вы глупость. Более того, вы еще оскорбляете. Я могу тебе... Вы посмотрите на себя со стороны на видео. Вот это ты... Это адвокат. Посмотри, адвокатский консультант. Панинского района. Мне просто было интересно даже. Сергей Иванович, получается. Бахтин Сергей Иванович. А вас Сергей Иванович зовут, да? Пошел отсюда. Сука, не обращайтесь никогда к таким. Открывай, открывай дверь. Вот это он совершенно человек. Неадекватно все ведет. Я просто... Я реально... Я в шоке просто. Не, теперь мы, конечно же, снимем. Подожди. Дайте я сниму. Теперь мы снимем точно. Обалдеть. Вот. Это, похоже, его автомобиль, раз он так переживал. Вот поснимаешь себя на улице. И бомбит у человека сноровным месте. Но это какая-то нездоровая тема, вообще честная. Я в шоке. Записывал я синхрон себе спокойно. Навел на себя обе камеры. Вообще даже задней мысли какой-нибудь не было. Там машины какие-то снимают. А тут такая тема. Не, ну, я... Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Я прям опешил. Ну, надеюсь, он посмотрит этот сюжет и поймет, что он был неправ. Более того, он еще позорил себе оскорбления. Понятное дело, что как бы нормальный человек, ну, в здравом уме. Но не будет себе такого позволять на ровном месте. Так что, вот такие вот дела. Он стоит, здесь есть. Обычно здесь никого нет. Конечно, здесь стоят. Так, мы сейчас кому? Клостовый и Кситниковый? Клостовый и Кситниковый. Здравствуйте. А нам Клостовый и Кситниковый? Клостовый нет. Клостовый сейчас нет здесь на месте, да? Да, Клостовый следственные действия. Понял. А Кситниковый? К Кситниковому прекращено прием граждан. В смысле прекращен? Запрещено проводить прием граждан. Ему запрещено? Как вы не поймете, что только вредить тем самым? Не, не, подождите, подождите. Я подождите. Ему запрещен прием граждан? У всех. Вообще запрещено? То есть он не имеет права принимать? Да, записывайтесь где-то там на сайте и вас принят. Лично прием за... Понятно. В связи с министром кто там? Есть приказ официальный на сайте. Ага. Вас аж трое тут. Вы тут готовы? Готовы? Готовились только к нашему приходу? Это начальник розыска. Четверо. Четверо там даже. А, мы с того не дождемся. Нет. Мы с того не дождемся. Скажите, такой вопрос... Проще с ней созвониться и определиться, если вы хотите. Хорошо, хорошо. Скажите, вопрос следующий. Сколько записей хранятся у вас в отделе полиции по времени? Вот с камер наружного наблюдения, которые у вас установлены? Мы уже давали ответ. Да я не у вас сейчас, подождите. Вы сейчас вот влезли. Мы не давали ответ. То есть вы здесь руководите? Нет, мы просто переживаем тут снимать. Переживаете? Режимный объект. Я что, режим ваш какой-то нарушаю? Вы видите, видео выкладываете. Так, и что дальше? Вы там утрируете. Кого же? Я к чему-то утрирую? Скажите, вот вы это говорите. Вот вы сказали А, скажите ИБ. Скажите, сказали А, говорите ИБ. Скажите, что утрируется? Что не так? Там очень много неправды. Ой, дура. В смысле, вы говорили или кто? И вы накладываете там то, что не надо накладывать какие-то... На Ситникова голос вы голос накладываете или что? Ну а что тогда неправда? Вы приезжаете опять с целью провокации. С какой провокации? Я задал вопрос. Вы можете ответить на него? Сколько хранится видеозаписи на камере? У нас есть у кого-то, где мы держим ответ. Я понял. Так я... Да я вам вопрос задал. Вы можете или нет? Вы слышали вопрос, как бы поставлено? Вы можете или нет? Нет. Вот так и скажите. Все же просто. А вы начали мне рассказывать. Ответ там перед кем держите. Не вы, не вы. Никто не можете дать этот ответ. Правильно я понимаю? Я понял. К Ситникова увидеть, он в норке спрятался, к нему нельзя попасть. Правильно? Он работает. Он работает. А может быть он сюда может подойти, и мы с ним можем пообщаться, раз он такой там это вот неприступный, в своей крепости сидит. Что? Задать ему вопрос. Может быть он вправе мне на него ответить? Вам уже пояснили. Записывайтесь. Я хочу сейчас. Можно записаться к нему? В данный момент только через МТО. Интернет лично. То есть если я к нему запишусь на прием, он меня примет. Правильно я понял? Обязан прием. Так. Могу я кроме интернета, если не обладаю, записаться как-то по-другому? Потому что вы выкладывая ролики, обладаете интернетом. Скажите, если нет такой возможности? На данный момент нет. Только через ресурсы интернет. То есть я не могу в дежурную часть пройти? Нет. Смотрите. А если я хочу сейчас заявление написать? Я в дежурной части могу написать заявление? Можете. Могу. Без фото-видеофиксации. Без чего? Без фото-видеофиксации. Почему такое условие? Ну, такое условие. Там, скажите... В общем доступе, там информация находится, там идут информационное табло. В общем доступе я могу фиксировать, значит, на видеоустройство, фотоустройство? Могу? То, что находится в информационном табле рядом с, значит, дежурной части. Там бланки заявлений. Бланки, то, что мы можем... Но там же информация для граждан, правильно? Да. Вот я могу и фиксировать на видео или фото? Вы хотите фиксировать? Конечно. Можно? С какой целью? Ну, для меня, для личного пользования. Вам так бланк выдалось? Да нет. Мне можно? Я же задал простой вопрос. Мне не нужно выдавать ничего. Вот я могу? Да. Вот я хочу в дежурную часть пройти для написания заявления и зафиксировать непосредственно информационное табло. Что там вообще находится? Что случилось, если вы хотите написать заявление, конкретно? А я там расскажу все. Можно? Проходите. Спасибо. Сережа, держитесь на счет лет. Почему? Потому что вы заявитель. Подождите, у меня есть представитель. У вас есть адвокат, у вас есть ордер. А нужен ордер? Я достаточно того, что устно, я сейчас заявлю. Вот скажу сейчас. Я регистрирую. Вот два моих представителя. Они вот здесь стоят. Я заявляю, что это мои два представителя. Вы скажите, меня не пропустите с ними? Нет. Почему? Вы тем самым нарушаете мои права. А в курсе? Потому что я имею право на представителя, на защитника. Есть официальный документ, что он на вашем защите? Достаточно того, что я просто устно об этом заявляю. А они это подтверждают. Этого достаточно. Вы в курсе? В курсе. Можно пройти? Надеюсь, вы не будете нарушать мои права. Вы можете писать заявление? Да, все верно. Спасибо. Пойдемте. Сережа, пиши. А сейчас это у вас документ? Да, конечно. Да, я вам документ свободы заставил такой. У меня есть. Сейчас, одну секундочку. Тут неудобно. Секундочку. Сейчас мы вам записываем. Да, конечно. Да, 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 да. Разрешите, Фил, ближайшее из вашего листа. Заберите, пожалуйста. Хорошо. Это вы по какому поводу проходит заявление? По заявлению. Да, по всем заявлению. С двумя своими представителями. Вы вас представляете, теперь вы меня будете. Пожалуйста. Ну, видите, как. Есть хитрости, если как. У вас что-то из-за времени. Такого запрещенного ничего. Что-то запрещенное. Ну, сейчас я это продю. У меня, может, я проеду. Да, конечно. Найдите. Скажите, мы сейчас что-нибудь нарушаем? Нет, мы нарушаем какие-нибудь противоправные действия с нашей стороны есть? Чтобы не заранее знать, вдруг что. Тогда вы можете совершать вас об этом предупредить. А, понял. Хорошо. Значит, мы ничего не совершаем противозаконного. Это радует. Да не, мы сюда, мы пришли с добрыми намерениями. Мы быстренько напишем и, как говорится, пойдем. Так, масочку надо надеть. Прошу прощения. Аккуратно. Аккуратно. Да, он такое делает. Распоряжательный динестор специально. Сейчас, секундочку. Николай, подержи, пожалуйста. Я сейчас подену предметы личной безопасности. Ладно. Хоть и ковидом переболел в декабре, но тем не менее... Есть срочек, когда второго... Да, вот же ж. Не хочется второй раз. Так. Значит, здесь у нас вот это распоряжение, которое у нас, да? Сейчас мы с ним ознакомимся, мы его зафиксируем. Вот, а можно на листочек и ручку? Сейчас вам дадут бланк заявления, ручку. Спасибо. Сейчас расключаться. Просто изначально мы бы так сделали все, тут нельзя, нельзя, как бы, но спокойно бы все. И лишней полемики бы не было. Правильно? Возможно. Так. А заявление будет следующего характера. Заявление вы все изложите, и дрон за рекламу вы даст анталонное издомление. А может быть, Ситников сразу на него сможет отреагировать. Заявление характера такого, что хотел бы, чтобы он меня попросил. Принял. Лично так. Ну, Павел, вот тебя подержу. Или, может быть, меньше мобильный распечатать. Да, не, нормально, я ничего страшного. Спасибо. Вот так вот, куда-нибудь вот так поставь. Там видно что-нибудь? Что было видно, короче. Так. Заявление напишет, зарегистрирует дежурный, доложит руководителя. Может, примет решение о сильнейшей судьбе. Может, вырумешь. Можно ваш паспорт? Мой? Да. Ну, паспорта конкретно нету, но если такое удостоверение пройдет, будет. Чтобы по поводу правильно написать, да? Паспорт. 25, 12, 83. Ну, это за комфорт переходите? 960. 100. 00, 34. Так, прошу, вот, нет, ну, отличный приемник. Заявление, вот, самое простое. Прошу меня принять нынешний прием в самое ближайшее время. Я готов сейчас вот подождать, может, он как-то отреагирует, будет, администрироваться, снова что ему. И... Пиши-ка еще дату рождения. Нет. А, здесь, да? Вот это вы делали? Да. Пишет. Пишет. Надо тогда здесь поожидать? Какой-то ответ поожиданиям, да? Потому что... Сейчас инвестрируем, потому что он может того и навлению... Я понимаю, да, 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 да. После этого, может, должен был самодельник? У меня единственный вопрос, просто сотрудника ФСБ, я поинтересовался, он сказал, если будем что-то совершать, какие-то противоправные действия, нам скажут. Мы на данный момент совершаем какие-то противоправные действия, которые... Сотрудники ФСБ должны это сказать? Нет, я поинтересовался, мне вот такой ответ поступил. Я сейчас интересуюсь у сотрудника полиции. Мы ничего здесь не нарушаем. На данный момент пока нет. Спасибо, понял. Просто я заранее интересуюсь, потому что, мало ли, вдруг, вот какая-то ситуация возникнет то вы воспользуетесь вот моей вдруг неграмотностью в каких-то вопросах я думаю, что вы вполне грамотный человек в этих вопросах дорожная консоль в новую передачу идет это вопрос ну приятно, сотрудник полиции оценил нашу, так скажем наше познание, спасибо просто вот честно были бы неграмотные, вы бы уже где-нибудь совершили ну, бывает на грани ходим так скажем, бывает, были у нас ситуации где мы на грани, но так было нужно по одной причине, был достигнут результат положительный у вас своя работа да, у вас своя, поэтому мы вам не враги, вы нам не враги нас тут прям окружили со всех сторон а вдруг, что-то не дай бог вы не прошли вы можете простить, что вы ее там не увидите вот что, вопрос вы можете яркость понятно если она уехала, то... а почему все святомылины так о том, где она находится у меня вопрос вот такой скажите, а вот видеозапись, которая вот ну, здесь ведется видеосъемка как долго хранится вообще я вам не скажу, честно ну, вы не знаете просто, да? я даже... ну, это больше суток? да больше суток ну, насколько? две недели, месяц? не в курсе, да? ну, то есть ну, это явно не несколько дней нет суток а куда это пишется? в ГУВД куда-то? в ГУВД и у нас и везде а то есть записывается, в любом случае хранится и в ГУВД, и здесь материал, да? в ГУВД, и здесь материал, да? я понял спасибо передергивать слово такое, да? что, что? а там оперуполномочия, наверное, да? не знаю ну, который вот такой вот по гражданке, да? нет, нет вот здесь, который стоит а, да? передергивать? стоите, пожалуйста угу вот вам того заявление у вас принято выделялочку распишите, что у вас хорошо, Николай, можно подержать вот так? угу вот здесь вот спасибо тогда мы ожидаем сейчас вот вердикт, так скажем на товарища начальника как происходит обычно следственный комитет прокуратуры начальники принимают без всяких проблем только так мы подождем, может быть, поожидаем сколько нужно земля, я вот прием я полю все здесь указали министра он вас не примет как министр разрешит прием ааа, сейчас получается в колокольце, правильно? должен разрешить прием меня и тогда там я понял согласно вот этому документу а что там пишет вообще написано, что он предлагает все лишь на все тут не написано, что он запрещает временно пользователь вольтых мер распоряжение тоже передергиваете такое или что а это написано так и вы пока не передергиваете вот так предлагает вот здесь правило написан приказу верно ну как бы открытость ну с вашей стороны мне допустим мне приятно с вами будет рассмотрен, вам будет дан ответ в письменной форме. Сегодня вряд ли получится вас принять начальником. Вы вписаны на свете будете. Очень надеюсь, что согласусь с Колокольцевым в этот момент. Я думаю, что нам нужно будет приехать и пообщаться на эту тему. До Москвы ехать слишком долго. Не-не-не, поверьте, мы доедем. Это уже ваше. Все, спасибо, до свидания. До свидания. Все спровожу. Ничего бы тут не забыли. Вдруг я камеру оставлю. Такое дело, знаете. Камеру не прав. Да, вот это я такого еще не слышал. Ну всякое было. Ну такого еще не слышал. Ну это вообще, ну представишь, колокольцы должны расплинтиться. Ну а как? Есть спряжение, где есть. Есть, например, образование, указание. Убернатор. Он исполняет. Согласен. Все, спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. Обязательно. Как пригласите. Когда колокольцы... По приглашению я прикал. До свидания. В общем, я в шоке. Сипников теперь согласует мой прием личный. Значит, с колокольцем, с министром внутренних дел. Вы представляете, начальник отдела полиции по Панинскому району будет согласовывать личный прием, значит, мой к нему, с колокольцем, с министром. Ну это вообще маразм. Там в этом приказе написано, что предлагаю там ограничить. Но это... У меня просто слов нету. Вот какая у нас полиция публичная, гласная. Посмотрите на прокуратуру и следственный комитет. Вот это я понимаю уровень. Особенно следственный комитет. Всегда я выделяю и буду выделять. Надеюсь, они никогда не будут себя вести так, как ведет себя МВД. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.